Итак, вопреки общероссийским тенденциям, количество субъектов малого и среднего бизнеса в Башкортостане за прошлый год выросло и достигло 127 тысяч. Начало специальной военной операции, санкции, частичная мобилизация, несмотря на опасения, не сказались на бизнес-климате региона. О чем свидетельствует и рост количества самозанятых. В этом направлении вовсе побит абсолютно рекорд. Более 60 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. Этого бы не удалось достичь без государственной поддержки. В этом убедился и прибывший в Башкортостан с официальным визитом глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Меры поддержки способствовали развитию туристического бизнеса, кураторство над которым после ликвидации Ростуризма как раз взяло на себя министерство. О впечатлениях о поездке и новых договоренностях в нашем репортаже. Еще совсем недавно деревня Шихан стремительно пустела и участки не брали даже за бесценок. Сейчас купить здесь землю почти нереально. Территорию активно осваивает туристический бизнес. А деревня получила приставку «Эко». Вторую жизнь вздохнуло создание геопарка Таратау. В прошлом году турпоток достиг 200 тысяч человек. Локация стала одной из самых любимых и участников проекта «Башкирское долголетие». Ездит пенсионер у нас очень весело. У нас гиды их развлекают всю дорогу. И песни они поют, и танцуют, и с друг другом потом телефонами обмениваются, общаются. Мы создаем чаты. Они в этих чатах тоже потом перекидываются фотографиями и видео. Они с удовольствием выезжают, проводят день на свежем воздухе, на каких-то экскурсиях. Мастер-классы мы для них интересные стараемся придумывать. Проект для старшего поколения положительно оценил и министр экономического развития России Максим Решетников, который прибыл в республику с рабочим визитом. Высоких гостей, как водится, встречали баурсаком и песнями. Они посетили зимний Сабантуй, побывали в визит-центре и на Бортевой пасеке. И к началу встречи с представителями туриндустрии федеральный министр уже говорил с собравшимися на одном языке. Добрый день. Хараликам. Всех приветствую. Участники встречи обсудили развитие индустрии гостеприимства в Башкортостане. Максим Решетников сообщил, что в этом году республика получит из федерального бюджета 552 миллиона рублей. Эти средства пойдут на создание кемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды. Уфа вошла в программу развития речного и промышленного туризма. Министр проанонсировал новые меры поддержки, которые сейчас разрабатываются. Первое, это мы в ближайшее время объявим новую программу по поддержке модульных гостиниц. Это то, что нам дает возможность в течение одного-двух сезонов быстро развернуть номерной фонд дополнительный. Вторую инициативу, которую поддержал президент, это, в общем, наверное, одна из таких тоже ключевых. Это третий этап конкурса на отбор строительства гостиниц по субсидируемым процентным ставкам. Вот следующее предложение, которое, ну, тоже, так сказать, не просто обсуждалось и в правительстве, но в результате и представитель правительства, и Минфин, и президент, значит, все поддержали, это освобождение от НДС туристического продукта, ну, то есть деятельности туроператора. Как отметил глава республики Ради Хабиров, пока доля туризма в экономике региона составляет лишь 3%, но власти активно работают над тем, чтобы реализовать туристический потенциал Башкортостана. В частности, развивают придорожный сервис, планируется построить до тысячи современных комплексов, создаются новые точки притяжения, благоустраиваются природные достопримечательности. И в этом деле необходимо партнерство с бизнесом, подчеркнул руководитель региона. Если мы не подтянем к этому вопросу бизнес, мы ничего не решим. Но нет у республики таких бюджетных средств, чтобы и не должны мы строить глэмпинги, управлять ими или какими-то объектами, не должны мы туристические путевки там формировать, турмашют. Это все ваша работа. Наша работа – создать определенную инфраструктуру и помогать вам. Рабочая поездка охватила ряд промышленных предприятий. Максим Решетников ознакомился с деятельностью резидентов индустриального парка Уфимский. Как стало известно, он войдет в состав особой экономической зоны Алга. Заявку республики на расширение ОС поддержали в Минэкономразвитии. Министр посетил Коронашпан – строительную площадку предприятия по производству белорусской сельхозтехники «Амкадор». На ОМПО Максиму Решетникову подарили миниатюрную копию самого большого в России беспилотника. ОМПО еще создает двигатели для беспилотного самолета, самого большого вообще самолета беспилотника. Настоящие беспилотники будут использовать для доставки грузов в сельском хозяйстве, аэрофотосъемках. В Башкортостане сервисы начнут применять, как только официально установят экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Это случится в ближайшее время, отметил министр. Инициативу региона поддержали в Минэкономразвитии. И подчеркнул, республика эффективно использует все федеральные инструменты. Мы всегда открыты. Еще раз могу сказать, что слова уважения вам, вашей команде, за ту большую работу, и главную результативную работу, продуктивную, которую вы видите. Конечно, это жители в республике оцениваете, я уверен, что они это видят. Но и мы с федерального уровня тоже это все видим, ценим, поэтому рассчитывайте на нас. Мы понимаем, насколько важна в целом республика в экономическом развитии Российской Федерации, насколько это действительно драйвер, локомотив. Как отметил Ради Хабиров, визит главы Минэкономразвития для региона крайне важен. Именно это ведомство формирует и принимает заявки на всевозможные меры поддержки и институты развития. И в ходе поездки все эти вопросы удалось обсудить. Максим Окунев, Маргарита Гафарова, Рамиль Хайрулин, РБК УФА.